Друзья, всем привет! С вами Zivaka Channel. Мы продолжаем играть в симулятор зимней рыбалки Ice Lakes. Пришло время следующего турнира. Будем мы сегодня играть... Я тут уже немножечко подсмотрел. Будем играть вот такой вот турнир. Будем ловить крупнейшую рыбу. Я надеюсь, у нас всё получится. Почему именно этот турнир? Потому что призовой фонд меня устраивает. Мы сразу же накопим на хороший бур. Для большой рыбы, для крупной рыбы. Ну и собственно крупнейшую рыбку. Попробуем пободаться с ботами и выловить крупнейшую рыбку. Давайте, долго думать не будем. Начинаем. Посмотрим, какая здесь вообще есть рыбка. Ну как-то за этими товарищами третий не хочется. Далеко уходить тоже опять же не будем. Постараемся как-то вот... Чтобы это рядышком где-то было. Чтобы было недалеко. Опять же, ребят, делайте свои ставки. Какое место я займу в этой части турнира. Это интересно. Только желательно, конечно же, сейчас писать, да, как только вы начали смотреть это видео. Чтобы потом понять, угадали вы или нет. 45 минут будет длиться этот раунд. Минус 19 градусов. 3 метра в секунду ветер. Ну, не так уж и страшно. Никакие я дополнительные небалансиры, ни вертушки не покупал. Есть у меня подозрение, что я справлюсь и малой кровью. Да, тем, что есть. Ну, это уже я так думаю. Я не знаю, что из этого выйдет, конечно же. Так, маленькая какая-то рыбка клюнула, но нам она не нужна. Сейчас чуть-чуть еще попробуем половить на вертушку. Если ничего крупного, серьезного не попадется, будем менять. Пока я вижу, что мы тут 2 минуты уже сидим, толку никакого от этого нету. Так, получается, я должен сразу 3 крупнейшие рыбы вылищить. Интересно. В такой турнир я еще не играл. Интересно, а что, блядь, если 2 вытащу? Ну, хотя, логично, да, если я вытащу 2. Так, ну это точно не крупнейшая рыба. Это далеко не крупнейшая рыба. Заодно и поменяем. Да, маленькая щучка, 333 грамма, нет. Это не предел наших мечтаний. Вот бы на 5 килограмм щучку, вот это да. Давайте на балансирчик наш. Покупал я этот балансир за 2000 монет. Должен хорошо себя здесь показать, я надеюсь. Хотя, может быть, и лунка такая, да. Место же тоже надо искать. Сейчас все поймем. Да, ну то, что поклевочки здесь очень редкие, это сразу видно. По сравнению с остальными играми, в которые мы до этого играли, и на стриме, да, то есть там поклевки были прямо одна за другой. А здесь же наоборот. Очень интересно. Если сейчас, вот в ближайшую минуту не будет никаких поклевочек, я отсюда, пожалуй, уйду. Опа. Есть. Какая-то рыбочка попалась, причем не маленькая далеко. Надеюсь, она в нашу лунку пролезет. Килограмма так 4. Ну-ка. Нет, карась золотой. Карась золотой. Серьезно, 2.822. Это трофеечек причем. Это трофейный карасик. Повыглядит как карп, если честно. Прям у них, походу, они не отличаются. Ну, пока что начало положено. Красиво как стал. Продолжаем. Ну, такой вот балансир. Мог бы купить и другие, но увидите, он нам все турниры выигрывает. Я еще подумал насчет турнира на разные виды рыб, но для того, чтобы были, соответственно, разные виды, надо же и разных, в общем-то, приманок набрать. Но денежек пока нет. В общем, я пока планирую так. Вот мы сейчас этот турнир проведем. Я получу за этот турнир денежку. Опа. И купим мы бур. Я надеюсь, конечно, я выиграю. Ну, понимаете, да? Потому что Думать о том, что я займу там какое-то там пятое-десятое место, я вот очень не хочу. Смысл тогда вообще играть? Конечно же, я займу первое место. Получу все шесть тысяч монет. Куплю себе самый крутой бур. И мы пойдем обратно в китайский сад. Может быть, даже там будет следующий турнир, если таковое имеется. И попробуем там выловить все те экземпляры, которые в прошлый раз у нас не смогли, собственно, вылезти из этой лунки. Опять же, да, надо разобраться еще с онлайн-версией игры. Да, в прошлый раз не получилось. Будем, значит, смотреть, что в этот раз. Получится, не получится. Это я уже в дискорде с ребятами попробую как-то кооперироваться, да, и чтобы они тоже зашли в игру. И мы бы нашли вместе проблему. Так, ну вот это может уже и не пролезть. Я надеюсь, конечно, на лучшее. Ну, что-то как-то она вроде как... Ух ты ж, ё-моё, вот это лещ. Хо-хо-хо-хо-хо! Вот это лещ гигантский. Почти 5 килограмм. Слушайте, ну это трофейный лещ стопудово. Давай, давай, давай. Кассатик, поближе как-нибудь к нам. Ладно, давайте дальше. Ха-ха-ха! 4 800! Нет, любопытно. И это всего лишь первая лунка. Интересно, что нас дальше ждет. Хорошо, что я купил на, собственно, вот эту уже мощную удочку. Верет она уже всю рыбу. Ну, мне кажется, что в этой лунке нам ловить нечего, если честно. Я, конечно, могу ошибаться, но, блин, лещ 4 800. Это мой рекорд. Ребят, в прошлый раз у меня был лещ 4 400. И я не вошел в сотню... Ну, в сотню игроков, да, то есть с максимальным весом по лещу. Надеюсь, с этим лещом я уже войду. После этого раунда посмотрим, получилось или нет. Очень надеюсь на это, что в сотню войду. Ну, а в любом случае, да, я надеюсь, что и другие будут, и более крупные экземпляры леща. Может быть, даже как в тройку там можно попасть, да, там в десятку хотя бы. Пока буду играть в эту игру. Все может случиться. Так, ну все, давайте уходим отсюда, да. Не будем мы, собственно, испытывать удачу, потому что и так, тут хорошую рыбоньку поймали. Лещ, конечно, это супер. Давайте следующую лунку. Может быть, да. Вот давайте здесь. Так, а тут еще глубже, судя по всему, да. Ну и отлично. Да, долго спускается, конечно, на самую глубину. Но, как вы помните, я в прошлый раз пытался ловить и на серединке где-то, и ближе уже к лунке. И все равно что-то попадалось. Но вот насчет крупной рыбы я не уверен. Ну и опять же, это надо тестировать. И тестировать не на соревнованиях, да, вот, ну, в турнирах, а уже в таких вот мини-соревнованиях. Или просто в свободной игре. Так, не, не, это маленькая рыбка. Ее мы пропускаем. Времени у нас нету на них. К тому же тут 46 метров, это еще наверх и утащить. Это слишком долго. Вот если бы она количество было, это другое дело, да. Тут каждая рыбка. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Вот это хорошая уже поплевочка была. Так, ну сколько здесь может быть? Наверное, килограмма два, мне кажется. Я, конечно, могу ошибаться. Два пятьсот пятьдесят пять. Отлично. Хорошая щучка. Это, кстати, рекорд мой по щуке. Да, другую я не ловил. Ну вот, была килограмм пять, цены бы не было. Я надеюсь, что крупнейшего леща я поймал. Да, то есть вот одна, будем считать, что одна крупнейшая рыба у меня уже есть. По-хорошему мне вот за эти 33 минуты надо поймать еще две таких. И уже я могу претендовать, наверное, на тройку лидеров. Не посмотрим, как это будет. Так, нет. Ну это определенно маленькая рыбка. Нет, мы ее брать не будем. Вот этот момент, кстати, в игре, он достаточно такой. Видите, я, ну, случайно наткнулся на него. Да, что я могу выбирать рыбу, которую буду поднимать на поверхность. Это, наверное, все-таки неправильно. И разработчики должны, конечно же, фиксануть. Так, вот какая-то крупная рыбка. Фиксануть этот момент надо. На мой взгляд. Потому что если что-то тебе попалось, да, то будь добр вытащить. И потратить на это время. Так, ну-ка. Лосось 3900. Отлично. Рекорд мой еще. Офигеть, отлетело. Так, лосось, ты че? Ох, прикол. Вот такой вот лосось, класс. Почему он, интересно, в эту сторону упал? Так, ну вот, вот, уже что-то лучше вырисовывается. Вот похоже на крупную рыбку, конечно, но маловато, маловато. По сравнению с лещом, на 500 грамм меньше. Но, допустим, это вторая моя крупная рыбка, да. Больше трех килограмм. И мы будем считать, что две рыбы я уже поймал. Посмотрим, будет что-то здесь еще или нет. Поклевочки есть, но маленькие. Я надеюсь, еще на одну хотя бы вот такую крупную поклевочку и можно будет идти, наверное, в следующую лунку сделать. Потому что и так мы тупчуку на 2500 поймали. Так, ну вот какая-то рыбка. Ну, я что-то не уверен, что здесь будет. Она крупненькая, больше трех килограмм. Ну, посмотрим. Иногда поклевочка может быть обманчива. Нет, лососик маленький, кило-340. Нет, поклевочка не обманула, да. Да, слабенькая была. Давайте еще разочек пробуем и все, идем дальше. Хотя, с другой стороны, экземпляры не маленькие. Я пока самый маленький у меня экземпляр. Здесь щука на 333 грамма. Остальное все. Ну, вот не считая, конечно, этих поклевок, которые я не беру. Остальные экземпляры больше килограмма идут. Так, ну, мулах. Не надо было, не надо было брать. Все, давайте сейчас рыбку вытаскиваем и идем в следующую лунку. Тоже в районе килограмма-двух диапазон. Ну, да, вот такой же вот, идентичный. Так, все, уходим. Говорил, далеко отходить не будем, а сам потихонечку удаляюсь. Ну, а вариантов-то у нас немного. А вы видели, там скопление ботов такое было? В одном месте они там все засели. Я не понимаю, это в связи с чем? Что там за праздник? Там что, наливают? Странные какие-то. Как будто места им мало. Где тут можно половить? Здесь пучковались там. Так. Ну, давай, порадуй нас чем-нибудь. Так, ну-ка. Вот сейчас можно на что-то претендовать. Так, лещ 2,447. Ну, маловато, маловато. Откровенно, лещ. Только не надо писать под этой серией. Зажрался. Раньше на 2 килограмма леща. Молился. А теперь уже и такой тебе мал. Ну, а что делать? Надо поймать 3 крупнейшие рыбы. Не я такой, турнир такой. Будем стараться. Ну, я напоминаю. Да, у нас пока есть лещ на 4,800. Это пока мой предел. Это рекорд. И я думаю, я в сотню с этим лещом зайду. В сотню игроков. Есть у нас форелька на 3. Ой, ребята, я уж не вижу. Да, нету тут 3. 3,900, по-моему, да, она у нас? Да. По-моему, 3,900. Так, маленькая поклевка. В общем, будем считать, что 2 рыбки у нас есть крупных. Осталось поймать еще одну и дальше уже просто увеличивать вес. Заодно посмотрим, что тут могут выловить боты. Какой у них будет результат. Посмотрите, пока, между прочим, здесь ни разу не попалась рыбка, которая бы не влезла в эту лунку. Это радует. По сравнению с последней серией на стриме, когда мы пошли ловить в китайский сад, там карпики были крупные, там осетры были просто здоровенные. Там каждый раз практически у меня был обрыв из-за тем, что рыба просто в лунку не пролезала. Здесь пока таких ситуаций не было. Но вот здесь может быть что-то хорошее. Нет, такой же маленький лещ. Никак не хотят они нам давать третью рыбку, хотя вот так, три рыбы по пять килограмм, я думаю, было бы достаточно. Или около пяти килограмм. Уж первую тройку, я думаю, должны зайти. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Вообще, по поводу фарма денег, да, конечно же, лучше вот маленькие турниры себе брать. Самому делать там, выбирать, да, что-то будешь ловить, где-то будешь ловить. По 15 минут турниры, и в принципе, за каждый турнир ты получаешь там ну в районе тысячи, по-моему, полторы тысячи. Да, это зависит от времени, проведенного на этом турнире непосредственно. Сколько поставишь себе время, да, сколько там получишь. Ну, по 15 минут, просто они, да, они не напрягают. Лещей просто куча. Вот щуку надо на пять килограмм. Кстати, если бы я выбрал турнир с максимальными там пойманными видами рыбы, да, то есть, чем больше там поймаешь видов рыбы, тем лучше. Я бы, наверное, проиграл, потому что у меня, видите, только на леща, только на судака. Что тут у нас? Вот сейчас парель подъехала щука. В общем, странно как-то себя они ведут. Все-таки на тот чемпионат буду докупать какие-то дополнительные приманочки. Ну, тут я не думаю, что что-то крупное будет. Тоже, наверное, лещ в районе килограмм двух. Да, кило 786. Ну что, давайте менять место. Одни лещи. Мне это не очень нравится. Время у нас есть. Давайте сюда отойдем прямо на глубину. Так, начали. Осталось у нас 21 минута. Так, кыш-киш-киш. И нам рыбка не нужна. Прямо мелочи, прям полные штаны здесь. Конечно, нужно было попробовать еще прикормку. У меня ее нет, да? Тесто только. Что я могу? Посыпем туда тесто. Ну, окей. Давайте. Чуть-чуть нет. Посмотрим, может быть, действительно это поможет нам. Кстати, тут чуть-чуть вот ниже можно было опустить. Вроде как мне показалось. Давайте вот так еще сделаем. Давайте вообще посмотрим. Кара серебряный, солнечный, камбала, линь, йорш, но нет, конечно же. Конечно же, нам это не поможет. Слушайте, одна мелкая рыба. Ни разу крупнячок еще тут не клянует. На, ну. ну-ка. Нет, маленький лещ. Такой нам не подойдет. Конечно, вот эти вот, блин, звуки. я не понимаю. По идее, это трескается лед. Пошла трещина. Но звук такой очень красивый. так, еще один такой же лещ. В следующий раз давайте с собой возьмем какую-то прикормку. Мы вот, все три у нас будут, собственно, раунда на рыбацких островах, насколько я помню. Ну-ка, дайте-ка я гляну. А нет, западное побережье. Надо посмотреть будет. Ага, одна третья турнира. Надо посмотреть будет, где следующее. Где следующий раунд будет. И, может быть, как-то подготовиться получше. В любом случае, на этот балансир у нас, видите, получается, лещ идет. Можно было бы прикормочку и под леща попробовать найти. Наверняка там такая есть. И тем самым попробовать, может быть, увеличить вес. Я до сих пор не разобрался, по какому принципу здесь работает прикормка. Она увеличивает вес или количество. Надо посмотреть. Еще один лещ. Два, двести. Как прям близнецы какие-то тут идут. Где он? Примерно одного веса. Да, два двести два, два двести шестьдесят шесть, кило девятьсот сорок пять. Немножечко это, конечно, не то, что нам надо. Так. Ну, здесь вроде бы сопротивление получше. Может быть, вот здесь наша третья крупная рыба. Очень на это надеюсь. Можно уже с облегчением, да, завершать. Так, лещ три сто девяносто восемь. Ну вот, уже что-то, что-то вырисовывается. Красавчик. Здоровый такой. Отлично. Это наш третья крупнейшая рыба. Первый лещ четыре восемьсот. Вторая у нас форель три девятьсот, если мне не изменяет память. И вот лещ сейчас три сто девяносто восемь. Отлично. Вполне возможно, что с такой рыбкой можно уже претендовать на какие-то места. Но я, правда, не уверен, что это будет первое место. И даже не уверен, что это будет второе. Мне бы в тройку лидеров хотя бы войти. Если я не войду в тройку лидеров, это сколько там получается? Первое место десять очков. Второе место пять очков. А вот третье, я не помню. Но заодно и узнаем. Осталось 15 минут. Теперь нам надо как-то увеличить вес. Возможно, нам еще повезет. так, мелкая поклевка. Ну, давайте, знаете как, вот еще одна крупная поклевка, типа такой, и идем следующую бурить лунку. как раз вот в течение пяти минут она тут, наверное, случится у нас. Я предполагаю, что случится. и уже пойдем ближе к финишу. Будем лунку бурить где-то там. Даже давайте я глубину там сделаю. то есть это вот самое глубокое как бы место. Да, я там сделаю, пойду помельче на треть. Так, ну-ка. Вот она. Ну, конечно, с этой удочкой совсем просто стало. Не могу не нарадоваться. Конечно, там вариантов их очень много, но... Это мы уже потом будем докупать. Лечь 2, 879. Нет, не удалось нам перегнать никого. Хорошо. Уходим отсюда. О, как они расстрелы. Рассредоточились. Кошмар. Они прям заполонили все. Так, и они, походу, тоже подумали так же, как и я. Вот здесь мы давайте. Да, чуть-чуть. Даже не на треть получается. Буквально. На несколько метров глубина меньше. Но все равно проверим. Пронул так. Ну-ка. Нет, маловато. Маловато будет. Сейчас результаты узнаем. И там окажется, что у них по 6 килограмм, по 10 килограмм рыбины. И все. Можно на этом, в принципе, заканчивать. Этот турнир. Но хотя, с другой стороны, у меня ни разу обрыва не было. Значит, выловить более крупную рыбу. Блин, зря я это сделал. Ну ладно. Более крупную рыбу здесь очень сложно. Поэтому пока что я спокоен. Да, маленький совсем вещь. Я вот думаю, делать еще одну ломку или он все-таки отловится уже вот эти вот все это время на этой. Нет, давайте-ка, знаете что? Мы вот на 7 минутах, да, вот на 7 минутах мы сделаем еще одну ломку. Еще ближе к базе. Так, ну-ка. Во, 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 во. Вот это да. Вот это я понимаю. А вот это, походу, не пролезет. Вы смотрите, как она вообще сгибается. Вот там что-то крупное. Я прям чувствую. Я даже достать не могу. Правильно, что я сюда пришел. Но, судя по всему, я ее не вытащу, к сожалению. Но, надежда умирает последней. Вот это похлевочка. Монстр там прям какой-то. Ну давай, я тебя прошу, вылезай. Блин, ломка слишком мала. Ну что такое, Семен Семенович? Не повезло. Вот так вот. Первый раз, первый обрыв не смог вытащить. А ведь, между прочим, это очень серьезная рыбка была. Жаль. Очень жаль. Уж точно больше там 5 килограмм. А может быть даже и в районе 10. Эх, ну что ж. Пока мы бурни приобретем, будем страдать. Да, я все-таки взял на крупную рыбу турнир. Но, мог бы, конечно, взять и что-то поменьше. А вот тут что-то странное какое-то. Смотрите, сопротивления практически нету. Интересно. А поплевка сильная была. Это кто это так? Лещ на 2,200. Понятненько. Эта лещ тогда себя ведет. Практически не сопротивляется. Интересно. А кто же там был? Неужели щука была здоровая? Блин, ну щука бы пролезла. Ну, теперь понятно, да? Кто на первом месте будет. Вот кто выловит вот такую рыбку крупную. Ну, тут что-то получше, чем этот лещ, по идее. Тут, по крайней мере, есть сопротивление. Не такое сильное, как в прошлый раз, но есть. Ну-ка. Так, ну конечно, 2,900, да. Лучший результат пока мы не смогли, но... Так, 8,50, да? Хорошо, сейчас вот еще разочек мы какую-то рыбку ловим и идем делать новую лунку. Такое ощущение, что еще чуть-чуть лучше, чем предыдущий лещ. Ну да, иногда-то да, он, смотри, сопротивляется. Хорошо. Ну, это, по-моему, не лещ тогда. Да, это щука, 3,788. Отлично. Это то, что нам нужно было. Мы увеличили свои шансы на победу. Отлично. 3,800, щучка. Это, получается, у меня сейчас, на данный момент, есть лещ. Так, а тут кто-то уже бурил. Смотрите, он прямо здесь ловит. Ничего себе. А мы чем хуже? Ну-ка. Ничего себе. Слушайте, а может там можно прям вообще на финише ловить? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я не думаю просто, что мы за эти 7 минут что-то лучше поймаем. Даже эта щучка, она... Ну да, слушайте, там, получается, вот мне понравилась вот эта вот поклевочка, которая была. То есть, может быть, там, в прошлый раз, вот, который обрыв был, и щука была действительно на килограмм 10. Я, правда, не знаю, какой тут максимальный вес пущуки. Но я уже предвкушаю, как у меня все будет завалено вообще везде. Гигантской рыбой. Только бы выиграть этот турнир. Так, ну-ка. Даже здесь, смотрите, есть какие-то интересные результаты. О-о-о, радужная форель. А я такую еще не ловил, насколько я помню. 3 килограмма, отлично. Но она нам не поможет никак. К сожалению, была бы вот 4 килограмма, вот, другое было бы дело. Так, мелочь. В любом случае, скоро все станет понятно. Нет, эту мы поклевочку тоже брать не будем. Скоро все выясним. И эту не будем. Тоже маленькая была. Ну, как маленькая? Килограмм полтора. Это на килограмм. Нет. Нам такие не нужны. Нам нужно что-то от 3 килограмма. А это уже удочку загоняет почти в лунку. Такая сильная рыба. Ребята, ну что, как думаете, какое место я займу? Вот сделайте паузу, напишите ради интереса, да? Какое место все-таки я бы мог здесь занять? Ну, если говорить обо мне, да, то, ну, наверное, все-таки первая тройка. Все-таки вы видели, да? Один раз у меня был обрыв на данный момент. И всю остальную рыбу я вытащил. И, ну, у ботов, по идее, да, должно быть что-то в этом роде. Причем, я думаю, что моя рыба будет самой большой. Вот лещ мой. Будет здесь самым большим. Да, что-то будешь делать. И вот-таки здесь рыбка, видите, помельче, помельче идет. Но доставать в любом случае ее не будем. Я просто посмотрю, да, сейчас. Ну, и вы тоже вместе со мной. Сколько здесь вообще, то есть, вот поклевок, очень много поклевок. Это раз. И вот все поклевки меньше килограмма. Если так прикинуть, то если мы играем на количество, да, это хорошее очень место. Чтобы попытаться выиграть. То есть, на глубину, естественно, идти ни в коем случае нельзя. Слишком уж долго вытаскивать. А тут не так далеко. Можно, в принципе, на все что угодно ловить. Неважно, какая здесь рыба. Большая, маленькая. Все подряд сгодится. Вытаскивать тут очень это все дело быстро. Ну, не хочет, не хочет. Ну, давайте, ладно, повытаскиваем все это. Просто ради интереса, да. Кто здесь ловится? В смысле оборванную леску? Это как это? А, подождите. Это я... А, я в красную зону заехал. Ага. Не рассчитал. Ну, не очень-то и хотелось ее доставать. По времени две минуты осталось. И тут уже ничего крупного. Скорее всего, мы не вытащим. Чтобы могло нам помочь в этом турнире. Да, вот сейчас мы натягаем всякую... Всякую маленькую рыбку натягаем просто ради любопытства. Ну, опять же, просто так не советую тягать, потому что это все время. Пока ты ее вытащишь, пока снимешь ее крючка, пока обратно закинешь, спустится приманка. Так, а что это-то произошло? Я, в общем-то, не подсек, да? Не успел. Хорошо. Ну-ка. Осталось полторы минуты. Может быть, все-таки, да, Надежда умирает последней. Может, сейчас и подарит какую-то крупную рыбку на последней-то минуте. Было бы любопытно. Нет, не хотят. Но в любом случае, я нахожусь прямо рядом с финишем. Я могу еще ловить и ловить. Здесь полминуты еще есть. Так, неужели рыба закончилась? Похоже на то. Все. Ни одной поклевочки больше нет. Так, ну нет, все. Уходим, давайте. Не будем испытывать судьбу и жадность. О, они все уже здесь. В этот раз слоупоков не оказалось. Да, никто в этот раз. Хотя нет, подождите. Где, где, где? Один. Вон он бегает, смотрите. Но его специально... Да, видите, он его специально сделал. Дурным. Один слоупок. А нет, смотрите, 10 секунд все равно прибежал. Молодец. В общем, сейчас все будут участвовать? Это плохо. Ну что, какое место? Да ладно, ну нифига себе. Я занял третье место. Я не смог. Офигеть. Смотрите, он просто вынул от сетра на 9,627. Ну вот как с ними играть? Вот если бы я то вытянул. Но подождите, а три крупнейших рыбы. Что? Вот у меня они что, на 12 килограмм что ли? Нет, конечно. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, ну хотя может и быть, да, может быть. Да, это вот три рыбки. Вот 12 килограмм 562 грамма. Но у него, естественно. Вот он одного осетра поймал. И две остальных не такие уже и хорошие. По 3 килограмма, да, там получаются они? Ну все остальные ничего. В общем, 5 очков я получил. Капец. Это капец. Не думал, что я займу третье место. Думал. Смотрите, они первое место что ли между собой. Да, получается деле. А я почему-то второе. Очень как-то странно у них все это получается. Ну что, ребята. Вот такой вот первый, собственно, этап был нашего нового чемпионата. Мы прошли западное побережье. Три крупнейших рыбы. В следующий раз мы с вами встретимся уже на Рыбацких островах. Будем там вытягивать крупнейшую рыбу. Не знаю, получится у меня это или нет. Или стоит нам подготовиться и все-таки взять себе бур. Да, это я уже буду решать позже. Спасибо, ребят, что смотрели. Если вам не трудно, поставьте, пожалуйста, лайки. Поддержите меня. И до новых встреч. Всем пока.